Добро пожаловать! С вами Оксана и Танец Живота на Завтрак. Сейчас мы изучаем движение жемчужина или вертикальная восьмерка изнутри наружу. Как она выглядит? Вот так. Давайте обо всем по порядку. Самое главное это мягкие ноги, мягкие колени. И теперь, когда мы меняем колени одна по одной, то есть мы отрываем пятки от фола по очереди. При этом не прыгаем, то есть сохраняем одинаковое положение тела относительно пола. Хорошо. Начинаем бедра двигать с вашей правой стороны. Педро максимально подтягивается наверх, затем максимально оттягивается в сторону, затем наша пятка ставится на пол и бедро вместе с пяткой уходит вниз, но коленка не распрямляется. И возвращаем все это вместе в исходное положение. Еще раз. Бедро наверх и в сторону, и вниз с пяткой, и вовнутрь. И наверх, и в сторону, вниз с пяткой, и вовнутрь. Еще наверх, и в сторону, и вниз, и вовнутрь. И, да, меняем другую сторону. Левая наверх ушла максимально, в сторону оттянули, поставили пятку бедро ушло вниз, и вовнутрь. Еще раз. И наверх, и в сторону, вниз, вовнутрь. И наверх, и в сторону, вниз, вовнутрь. Следим, чтобы нижняя часть тела двигалась максимально отдельно от верхней части. Теперь делаем все это попеременно. Правая. И левая. Как только бедро ушло вниз, оно толкает следующее бедро наверх. Это происходит в тот момент, когда наши пятки меняются. Когда вы это делаете, привыкайте к тому, что верхняя часть тела не движется, только нижняя часть работает. И положение тела максимально сохраняем. Не было, чтобы вот такого. Хорошо. Одинаковое положение тела относительно пола. Как только вы к этому привыкли, вы можете менять темп, но это уже как ваше душе угодно. Или очень медленно, или быстрее. Принцип один и точек. Ну что ж, я вас поздравляю с увеличением этого движения жемчужина, или вертикальная восьмерка изнутри, наружу. С вами Оксана, и Таня Чивопа на завтрак. Всем счастья и любви. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok